Так сообщается о первом погибшем в результате еврейского погрома в Дагестане. По словам замгендиректора по правовой работе Махачкалинского аэропорта Мадины Пирмагомедовой, это один из полицейских, который пытался сдержать прорыв толпы на летное поле. Минздрав республики при этом опровергает смерть полицейского. Федеральный центр, кажется, очнулся от сладкого продолжительного сна после захвата аэропорта. Попытку еврейского погрома в Дагестане сегодня будут обсуждать на экстренном совещании. Как заявили в Кремле, в своем выступлении президент скажет о попытках извне, конечно же, извне, расколоть российское общество. На совещание приглашены Мишустин, Медведев, Бортников, Нарышкин, Патрушев, Лавров, Шойгу, Краснов, Матвиенко, Володин. Заседание начнется в 7 вечера по Москве. Произошедшее прокомментировал и патриарх Кирилл. Дальше будет цитата. Со скорбью узнал о беспорядках в аэропорту Уиташ. Выражаю поддержку людям, лидерам ислама, которые призвали прекратить беспорядки и призываю прислушаться к их словам. Расцениваю случившееся тоже как попытку, собственно говоря, посеять рознь между мусульманами и иудеями России на протяжении веков, поддерживающими добрые отношения, дружбы и сотрудничество. Не сомневаюсь, что в провоцировании данного инцидента приняли участие силы, не гнушающиеся ничем, чтобы вызвать настроение в нашей стране. Но, несмотря на призывы патриарха, несмотря на вот это якобы срочное совещание у Путина, в Дагестане по-прежнему неспокойно. Полиция Махчакалы взяла под усиленную охрану городскую синагогу. Все рейсы авиакомпании «Редвингс» «Теравив Махчакала» теперь будут перенаправлены в Сочи. То же самое касается и рейсов из столицы Дагестана в Израиль. Сам аэропорт Уиташ сегодня, между тем, восстановил свою работу. Местное отделение Следственного комитета уже заявило, что у организаторов и участников протеста проходят обыски. Но также стало известно, что около 60 человек задержаны по делу о массовых беспорядках в Дагестане. Об этом телеканал «РТВА» сообщил источник в республиканских силовых структурах. Вот с обысками, правда, не очень понятно, как они могут проходить у организаторов протестов, если вся официальная пропаганда и позиции упирают на то, что организаторы находятся на Западе. То ли в США, то ли в Украине. Ну и кроме того, в России начались сбои в Телеграме. Следует из данных сервисов «Детектор сбоев» и «Даунрадар». Согласно «Детектору сбоев», 83% всех жалоб говорится, что Телеграм просто не работает. Некоторые пишут о том, что с ночи не загружаются чаты, фото и видео. Больше всего жалоб из Ростова-на-Дону, Костандарта, Ставрополя, Волгограда, Махачкалы и Москвы. Сообщения пользователей о проблемах с доступом в приложение стали приходить как раз после беспорядков. В аэропорту Махачкалы заявление главы Дагестана Сергея Меликова о том, что они были якобы инспирированы через телеграм-каналы врагами России и за рубежа. Протестирую Меликова. Сегодня мы получили абсолютно достоверную информацию о том, что канал «Утро.Дагестан» администрируется и регулируется с территории Украины предателями и бандеровцами. Конец стады. Собственно говоря, с такой же позиции выступил МИД России, мол, все это ЦИПСО и украинские спецслужбы. А доказательство внимания – это быстрая реакция Владимира Зеленского на погром. Сам канал «Утро.Дагестан» на самом деле уже призывал своих сторонников выходить на акцию протеста в Москве в эту пятницу и анонсирует какие-то общекавказские митинги по всей России. Субтитры создавал DimaTorzok